Для каких бы целей древесина не использовалась, начало процесса обработки всегда одинаковое. Изначально при вращении круглых стволов плоские доски занимались подводы. Но в 1813 году Тобита Бэббит из Массачусетса заметила, что работа двуручной пилой требует слишком много времени и сил. Она изобрела циркулярную пилу, которая произвела настоящий переворот в деревообрабатывающей промышленности. Теперь дерево распиливалось одним быстрым движением. Когда лезвие пилы касается дерева, оно разрывает волокна материала, проносится насквозь, подобно товарному поезду. Доски длиной от 3 до 6 метров поступают на конвейер. Для обеспечения максимального результата используется лазерный сканер. У нас здесь два лазера. Они направляют две пилы, которые обрезают доску с двух сторон. Благодаря этому с конвейера сходят аккуратные прямоугольные доски. От количества досок зависит наша заплата. Чем больше мы сделаем, тем больше получим. Ценится и каждая щепка. И станок, управляемый лазером, позволяет минимизировать количество отходов. Но и отходы тоже ценны. Все опилки скупаются компаниями, которые прессуют их или используют как топливо. Мы ничего не выбрасываем, да? В современном мире при такой потребности в древесине мы не можем себе этого позволить. Мы не можем себе этого позволить. Мы не можем себе этого позволить. Мы можем себе это позволить.